Всем привет, друзья, с вами Федя, и добро пожаловать на мой 170 выпуск под названием «Ночная сова». Сегодня мы с вами поговорим о семьюшнем дне. Сегодня я стал, помылся, позавтракал. Мы немного там с папой посидели, а потом поехали уже. Погнали уже в аэропорт. Да. Уже пришла наша пора поехать в Грецию, полететь вернее, с папой и всей её командой. Вот. Проверились, отсканировали нас там, прошли мы с папой паспортный контроль и начали искать свой гейт. Вот. Там вся его команда была, вся папина команда была. И я всех почти знал. И поэтому вот так вот, да. Особенно папину подругу Свету я тоже знал. Вот, короче, вот так вот. Сегодня я поехал в шляпе. Вот, в этой вот шляпе. Видите, да. И этот выпуск будет тоже сниматься в шляпе. В этой же. Вот. Короче, вот так вот. Потом мы, короче, сделали всё, что нужно там было. Посидели немного, а потом пошли в самолёт. Вот. Нам там рассказали инструкцию, дали конфет поесть нам. Вот, и нам рассказали инструкцию. И потом самолёт рванул. И мы полетели с папой, Викой и всей его командой RCG в Грецию. Вот ещё, кстати, перед взлётом, мы с папой обсуждали, как мы назвали, как они назвали свой хоррор-муви. И он сказал мне, что, к сожалению, он так и останется под названием хоррор-муви. Но зато, какие остальные они фильмы снимали. Да. У них там были разные команды, короче. То есть, RCG и Маркер Мечты. Это сказка была. RCG Galaxy. У них там было, да. Это... Фантастика. В жанре. Любить любовь. Это про любовь. Так сказать, фильм. Вот. И ещё какой-то назывался, но я не помню его уже название. Сложно очень узнать его название, короче говоря. Вот. И, короче, вот так вот, да. Пока мы летали, я спал. Вот. И да, уже папина хоррор-муви переименовать не получится, потому что они там сделали уже титры. И, короче, вот так вот. Так что... Bye-bye Russia. Hello, Greece. Вот. Мы там летали, я спал. Потом мы пообедали. Ну, неплохо так пообедали. Я съел две ветчины. Кабаски. Такие вот. И попил Кока-Кола. Вот. Потом через несколько часов, через полчаса, вернее, мы начали снижаться. И welcome to Greece, конечно же. Вот. Потом мы вышли из самолета не по этой самой, не по трубе, а уже вышли из самого самолета по лестнице. И поехали на специальном автобусе. Доехали до той станции, где у нас будет проводиться паспортный контроль. И... Короче, мы прошли его. Очередь была небольшая совсем. Но мы прошли. Вот. Потом... Папа пошел брать багаж. Да. Пошел брать багаж. И мы с Викой посидели. Еще с двумя девочками, которые я не очень-то знал. Папа получил чемодан, и мы... Мы поехали искать свой автобус. Нам его показали. Он у нас был, наверное, 141-й. А у всех остальных разные самолеты, короче, были. Вот, самолеты, говорю. Автобусы. Вот. Пошли искать свой автобус. Нам его показали. У нас был 141-й. А у всех остальных разные автобусы были. У нас же папиных людей же всего 200 было. Прикиньте. Да, такая большая работа. И 200 человек. 2-0-0. Вот. Потом мы поехали в своем автобусе. И у нас была сопровождающая, которую тоже звали Вика. Вот она там рассказывала, что есть всякие разные эти самые, где можно подняться выше облаков и метеоры всякие. Посмотрите, короче, да. Еще мы там изучали греческие слова. Яку, наверное, это привет. Как будет доброе утро, добрый вечер, спокойной ночи, я уже забыл. Уже. Вот. Ну, короче, вот так вот. Доехали. Потом нам дали всем браслеты. Стикеры и, короче, вот такая вот. Вот так вот у нас был день. Вот. У нас номер был 308. Ну, номер отеля. Вот. А у всех остальных тот же самый отель, только разные номера. Если вы понимаете, о чем я. Вот. Короче, вот так вот. Вот. Потом мы решили пойти ужинать. но перед этим мы решили с Викой и с Женей да пойти ну, Женя это одна из из моих подруг. Ну, не из моих, конечно. Ну, из папиной команды. RCG. Ред Коминокейшн Групп. Вот. Поехать поплавать в море. Ну, ненадолго, конечно. Вот. Поначалу было холодно, но потом я привык. Все остальные, вот, например, Женя, стеснялись. А Макс Суперхиро, которого тоже я знал, вообще без труда полез. Вот. Да, короче, длинный день у нас был сегодня. Потом мы сполоснулись, сполоснулись дома и вошли уже ужинать. На ужин у меня были котлеты. И, короче, да. И представляете, какой у Вики и Жени номер? У них там все есть почти. Два балкона. А, ванная. И, да, короче, все у них такое. У всех вообще клевые номера. А у нас ничего. Только спальня, вот. Две кровати. Она для меня другая, а для папы. А, ванная. Балкон. И все. Это все, весь наш номер отеля. Вот. Короче, вот так вот. Ну, в принципе, не такой уж и плохой день, скажу я. Вот еще мы, когда мы ужинали, там все танцевали. Но я не хотел танцевать. И, короче, остался там ужинать. Вот. А потом мы пошли уже домой. Ой, в номер, вернее. Домой. Вот. Пошли в номер. Папа пошел в магазин. Накупил мне там всяких вкусностей. Пока я был дома. А потом пошел на репетицию. Завтра у него будет мероприятие какое-то. И поэтому вот так вот. Не знаю, что он будет делать дальше, но, по крайней мере, вот так вот. Сегодня без вопросов вложусь попозже, потому что у нас каникулы. Вот. И, короче, вот так вот. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если хотите еще ночные сабы. Всем пока. Пока.